Итак, друзья, мы ехали, ехали, ехали и приехали наконец-то к гончару, к мастеру, к керамисту и к уже печьостроителю Валентину Криворотову. Но основное твое, конечно, предназначение, я так понимаю, это делать художественную керамику, которая ставится внутрь печи. Но, друзья, каждый керамист, как говорит Игорь Иванников, полукерамист или недокерамист, если он не сделал себе печь. Ну да, совершенно верно. На самом деле, любой керамист, уже такой, кто занимается этим долго, должен иметь очень многое. И работать инструментом, и с деревообработкой, и с металлом работать, потому что всего, скажем так, не накупишься, это невозможно. Иногда ставятся задачи, которые невозможно, скажем, найти где-то даже в магазине. Дорого, просто нет. Даже дорого, не то, что недорого, нет, их нет просто. То есть, у тебя есть задачи технические, которые нужно решить, и ее решить никак нельзя, кроме как взять и сделать самому. Для этого нужно уметь очень многое сделать. И уметь варить, и уметь столярить, пилить, точить, все нужно уметь делать. Любой керамист, это просто, скажем, необходимо для него это. И вот в данном случае мне понадобилось сделать заказ. Это большие плиты. Печку, скажем так, пришлось сделать так вот по наитию, без потопка. А просто, принцип очень простой, это выложен пол кирпичом, и поставлен каркас. Каркас металлический. Каркас металлический, с решеткой, с сеткой, и вата. Животные, кстати, не едят снаружи. Нет, никто их не ест. Птицы не растаскивают. Не растаскивают, да. Я вижу, вы за колючей проволокой вон там у вас. Нет, это не мы за колючей, а они за колючей проволокой. Понятно. Боятся за свой алкоголь. Печку сделал разборную, она разбирается, каждая сторона раскручивается. Вот здесь есть винты, которые раскручиваешь, и каждая сторона отдельно снимается. То есть, в принципе, если ее разобрать, получается очень компактная печка. Ее к стеночке где-то поставил или стопкой сложил, место не занимает. Надо что-то габаритное прожечь. Опять ее собрал, поставил, и все. Просто и легко. Хотите овладеть стихиями огня, воздуха, воды и волшебной глины? У нас есть пятидневная обучающая программа. Новички и бывалые керамисты со всей страны приезжают к нам научиться крутить на гончарном круге, изучить оборудование и технологию производства керамики. Мы рекомендуем гостиницу, берите отпуск и приезжайте. Также у нас есть и видеокурсы на разные глиняные темы. Подробности по ссылке в описании. Ну, я так понимаю, в стандартных решениях нет вот этих штуковин? Нет, эти штуковины, они конкретно под плиты были сделаны. Потому что особенность в том, что плиты прожечь лежа в газовой печи, это очень проблематичная вещь. То есть газ должен проходить, поток тепла должен проходить вертикально. Если мы их укладываем горизонтально, то получается край у нас будет слишком сильно нагреваться. Перегрет. Будет перегрет край, центр не прожжен. И очень большой риск треска плит. Поэтому было принято решение обжигать их вертикально. Но если их просто поставить, то они сгибаются под своим весом. Поэтому было принято решение их подвешивать. Подвешивать вот на такой фехраль, это 6 мм фехраль. Мы его скручивали, тоже разогревали, делали вот такие подвесы. Вешалась у нас плита. И вот такими стопорами стопорилось. Опять же, они при большой температуре тоже выдавали. Когда был перегрев сильный, то есть скачок температуры, фехраль вот так вот вытягивался и превращался в такой гвоздь. А плита падала. Фантастика. Представьте, фехраль, который в принципе предназначен для высоких температур, он плавился и вытягивался в такой гвоздик. Да, ну подвесом. У нас плиты где-то порядка 26-28 килограмм. Но все равно там на каждой плите 2 таких подвеса. Зачастую не выдерживали, когда набираешь температуру. В некоторых зонах температура достигает очень больших температур, как на факеле. И фехраль перегревается в этих зонах. И такие были инциденты. У меня был первый вопрос, а как же вешается плита? Ну плита же глиняная. Да, плита вешается очень просто. Там вот в каждой плите можно посмотреть. Мы делали закладку из того же фехраля. Это плита красота, которая упала. Вот мы закладывали туда фехраль и подвешивали на эти крюки. Эти фехрали как раз были предназначены для монтажа. Вот мы на них и монтировали эти плиты. Одна из плит, которая упала, ее повело. То есть она даже не раскололась? Нет, они не раскалываются. Они очень мягкие. Они падают и начинают так гнуться. Но это правда смотря при какой температуре. Ну это температура высокая. Это высокая температура, больше 1250 градусов. А это шамот уже? Это шамот, да. Таким вот образом он восстановился. То есть вот эти пятна, это как раз все восстановление. Да, это восстановились каких-то амоксидометаллов. Это интерьерная, друзья, вещь. Да. Она вешается на стену, как кирпич. Только больше, чем кирпич. Это скорее всего как панно вешается. И это еще не глазурованные. Они не предусмотрены под глазуровку. Хотя их можно и глазуровать. Вот такой технологии их можно глазуровать. То есть если все правильно и грамотно сделать. К тому же под своим весом они вытягиваются. Вот задача, чтобы сделать ровную плиту. То есть если она не упадет, как эта плита, то они после обжига становятся идеально ровными. Потому что они висят как белье на веревке. Очень многие спрашивали, как фехрали вмонтировать в шамот. Потому что у фехрали усадки нет. А у шамот, когда усадится, у него усадка. Тут есть очень много хитростей, которые я придумал, сделал. Расскажи про лабиринт, пожалуйста. Лабиринт здесь, в данном случае, это, скажем, кирпичи стояли под плитой. Я стоял, еще прожигал у нас изделия. Горизонтально уже? Да, горизонтально. Просто изделия на плиты ставил. А вообще, под каждую форсунку ставится вот такой вот домик. Ну, я ставлю домик вот такой. Во-первых, чтобы факел сразу не бил вверх, и не уходил в трубу, не прокаливал края плит. Он рассекается в разные стороны. И там тоже самое происходит. Причем плоским кирпичом рассекается. Он рассекается, уходит факел сюда. Здесь факел тоже сюда уходит. Он здесь смешивается и равномерно идет наверх. То есть, смотрите, друзья, здесь некоторые, как игра компьютерная. Как шарик такой бильярдный ходит. Да, то есть, тут нужно понимать, как газ, скажем так, как фламя заходит в печь. Потому что, если не создать вот этих лабиринтов, не создать рассекатели, то факел просто будет напрямую уходить в трубу. Чтобы этого не было, нужно создавать специальные рассекатели, чтобы газ заполнял всю пространство печки. А там домик под второй факел? Там, у нас тут три форсунки. Планировал еще четвертую сделать, но пока трех форсунок достаточно, чтобы нагреть там 1250. Запросто. Это обычные кровельные горелки? Обычные кровельные горелки, это не какие-то специальные форсунки. Обычные кровельные горелки. Давай их покажем, где-то здесь они. Они уже в мастерской, я их отнес. Ну, подснимем. Но лучше, конечно, нормальные горелки сделать, потому что кровельные горелки после 10 обжигов, они сгорели просто. У них даже просто металл. Обычно мы закатывали плиты на роликах, и две трубы вот таких оставили в печи. И сталь просто на этих температурах сгорает. Если постучать, она просто уже даже звук у нее вскакивает. А, ну вот, видно, она покрыта вся окалиной. Да, вот, а горелки просто сгорели, и все, у них кромка обгрызная, там покажу. Я говорил, что здесь, ну да, да. Слоями вынимается, да, и вот так. Поэтому для долгосрочной работы горелка нужна все-таки солидная. То есть из толстого металла, из хорошего, чтобы она не обгорала. А вот то, я так понимаю, это у тебя крышка, которая, собственно, монтируется. А это да, когда уже все повесили. И так, крышка тоже открывается, когда мы вешаем. У нас две стороны открыты. Заходим с двух сторон. Плита тяжелая, вдвоем вешаем. Потом закрывается одна. Вторая также крышка ставится, вешается, завинчивается. И все. И можно сжечь. Здесь у нас сделаны клапана по четырем углам. Плюс еще на трубе регулировка потока воздуха, заслонка. Тяга, да? Да, тяга. Но это сделано для того, чтобы регулировать количество кислорода, поступающего в печку. Потому что нужно, ну, уже после где-то в районе тысячи градусов, уже, скажем так, регулировать. Иначе она просто будет, печка будет задыхаться. Ну да, слишком много газа. Нужно ловить, скажем так, количество газа, количество воздуха. Я вижу у вас здесь четыре таких, да? Да, четыре по углам. И регулируешь, скажем так, прогрев камеры. Если только через трубу гнать, получается у нас здесь будет пережег в центре, а по краям не дожег. Поэтому в какие-то моменты труба основная закрывается, а углы открываются для того, чтобы прогревалась другая часть камеры. Пуговицы это просто шамот. Обычно мы их раскатали, нарезали и прожили разок. Да, все спрашивают, а почему, и как, и где взять эти пуговицы? Они же не продаются. Да их и не надо покупать. Да, их надо просто сделать, слепить. Делаются элементарно. А другие говорят, а как же мы их прожжем, если у нас нет печи? Я говорю, ну просто сделайте, слепите и аккуратненько вставьте. Они самообжигом и прожгутся. Не, могут прожечь, но лучше, конечно, заранее прожечь, потому что они... Если есть, другая печь поменьше. Да, если есть, да. Можно к знакомому керамику обратиться и прожечь. Это точно лучший вариант. Лучше обожженные, конечно. Вот. Такая вот печка очень интересная, когда, если, например, она постояла, внизу влага набралась, и когда жгешь ее, то где-то после 400-500 градусов из-под низа пар такой валит. Вот прямо. Вся земля, да, из-под низа она начинает прогреваться, низ. Здесь шамотного кирпича достаточно. Да. Здесь, скажем так, подушку я выровнял и шамотный кирпич выложил. После скольких градусов нужно греть баллоны уже? Ну, там даже не градусов, а по времени. Даже вот полный баллон, когда ставишь, если, допустим, температура уже большая в печке, ты открываешь баллон на всю, на все давление. При быстрой отдаче газа баллон начинает, газ начинает замерзать. Да, он покрывается в зене. Это может произойти через полчаса, может быть, произойти через 40 минут, зависимости от количества... И от вашего гравитика. Да. Тогда ставим баллон в воду, туда пару кипятильников, и подогреваем где-то до 40 градусов, чтобы руку можно было держать. Горячее, я думаю, не стоит. Ну, естественно, это полностью ручной обжиг. Да, это все... Весь обжиг контролируется постоянно, то есть все время смотрим термопару. Смотрим... Термопара используется больше для контроля скорости набора температуры. Ваши конечная температура все равно смотрится по пироскопам, по конусам. Вот мы смотрим набор температуры, скорости, чтобы не было слишком быстрого набора, если изделие еще сырое. А в конце уже добираем, увеличиваем скорость. Когда уже керамика уже стала мягкой, уже нет страха, что она лопнет, тогда можно скорость увеличивать и делать выдержку. Когда конус уже лег, можно уже и подержать. Здесь я пользовался одной термопарой. Конечно, хорошо сделать их по разным, по четырем углам, чтобы контролировать, скажем, скорость набора и распределение температур. Ну, в принципе, мне одной хватало, для того, чтобы все контролировать. И хочу сказать, что вата, она эфрокрасное излучение не удерживает абсолютно. То есть, когда здесь идет обжиг, здесь довольно жарко. Когда мы днем жгли, температура была даже просто на улице 35, то здесь, я думаю, все было 150 вокруг печки. Здесь находиться было очень тяжело. Поэтому старался жечь все-таки ночью. Ночью попрохладнее. Она у вас светилась? Ну, естественно, конечно, она светилась. Она и днем светится, когда уже добирает до температуры максимально. она светится. Поэтому есть вариант еще сделать ее снаружи материалами. Кирпичем, например? Ну, не, ну, кирпич нет. Потому что она будет съест и очень много пространства. Вот я хотел бы все-таки сохранить этот объем. Там посмотрю, какие-то материалы подберу, чтобы инфракрасное заизолировать. Ну, типа лещадок таких. Посмотрим, что я еще даже не смотрел. А так это 50 миллиметров? Да, это 50. Керамическое волокно? Да, 50-ка. Сколько плотность? По-моему, 90 у нее плотность. 96. Да, 90 или 96. Килограмм на кубический метр. Да. Так что, друзья, не бойтесь, экспериментируйте. Если есть задачи, всегда найдется решение. Вот, учитесь работать руками, думать головой. Можно придумать разные интересные вещи, интересные печки, интересные инструменты для своих задач и своих проектов. Ну, и также лепите сказочные волшебные глины. Внизу ссылка на Валентина, на его работы. Керамику можно приобрести. А с вами был я, Илья Калашников, на Волшебстве керамики. До скорых встреч. До свидания.